Уссурийский суд вынес приговор за совершение тяжкого преступления против собственности. В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о разбойном нападении на продавцов виноводочного магазина, расположенного на улице Пионерской. Следственная оперативная группа отдела полиции незамедлительно выехала на место происшествия. Полицейские и сотрудники частного охранного предприятия по подозрению в разбойном нападении задержали местного жителя. Нетрезвый мужчина вошел в магазин и стал переворачивать прилавки, сбрасывая товары на пол. Разбив несколько бутылок, хулиган вооружился горлышком с острыми краями. Он потребовал у продавцов денежные средства и сигареты. Опасаясь за свою жизнь, девушки передали ему дневную выручку и три пачки сигарет. В то же время они успели нажать тревожную кнопку. Злоумышленник с похищенным попытался покинуть магазин, но подоспевшие полицейские вместе с охранниками задержали его. 37-летний местный житель был доставлен в отдел, где дал признательные показания. Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску было возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его причастность к совершению разбойного нападения полностью доказана материалами уголовного дела. Уссурийский суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Олег Завьялов, Новости на восьмом.